Девушки отдыхают Ну что ж, приступим Девушки отдыхают Очень сложно делать подобные обзоры на Никану Прайм, потому что очень легко задеть те чувства, кто уверовал в данную Никану и подбирать какие-то слова, чтобы заменить такие выражения, как «ебаная» и «говно». Ну перейдем к билду и посмотрим, что я туда поставил Поставил я туда следующая болевая точка Прайм увеличивает нам общий урон на 165%, Берсерк увеличивает нам скорость атаки до 75%, если мы критуем, баф висит 24 секунды. Ярость Прайм увеличивает еще нам скорость на 55%, но можно и поставить простую скорость, или не простую скорость, простую ярость. Дальше у нас идет приток крови, что увеличивает нам шанс крит урона от нашего комбо-счетчика. Чем быстрее мы комбо-счетчик набираем, тем быстрее у нас набираются криты, и поэтому у нас здесь стоит все на скорость. В статус мы поставили «коррозия», ядовитая кара, гальванический разряд. Соответственно и сама коррозия у нас появляется, и статус у нас появляется побольше. И идем дальше. Крушитель органов увеличивает нам крит урона на 90%, и наш мод разлома. Крушитель органов увеличивает нам общий урон еще на 74%, и урон разрезом на 55%. Очень хорошо, потому что у нас и урон повысился, и вроде как у нас некана с уроном основным разрез идет. Итого, что у нас получилось. Синергия с модом самая низкая, один из пяти. Коррозия у нас 400 единиц, разрез у нас 500 единиц. Шанс скрит урона у нас 20%, статус 40%, множитель 3.8. И очень много у меня вопросов к данным стойкам. Потому что со стойками здесь какой-то бардак. Стойки у нас всего три здесь. Это у нас безмятежный раскол. Написано, что мощные взмахи, потом окончательное решение. Это мы меч берем в две лапы и махаем. И слепое правосудие. Со всеми стойками все протестим, потому что очень-очень-очень много у меня вопросов к этим стойкам. С ними что-то явно не так. Как я вот посмотрел, покрутил это все. И да, и да, и да, у нас новости на сайте появились. Есть какая-то маленькая новость. Сейчас я вам озвучу. У нас на сайте появился раздел стрим на Твиче. Можно заходить, смотреть и балдеть. Интересно, что у нас будет стримить начинающий игрок. Он, по-моему, уже докачался до четвертого ранга. Все у него вроде хорошо. А где-то что-то очень плохо и прямо вот вообще херово-херово. Все прелесть в том, что человек первый раз играет в Warframe. И вы как бы с ним будете всю эту игру наблюдать, как он будет мучиться на квестах. Как он будет проходить, какой у него тяжелый фарм. И вообще вот тяжелые будни неофитов, я бы сказал. Помимо этого на Твиче, кто будет стримить и смотреть, можно получать так называемый Твич Дроп. Это у нас, когда вы смотрите час или два данный стрим, вам на почту будут приходить письма со всеми приколюхами. Там вот такие диадемы пока есть на сегодняшний день. Какие-то украшения для корабля и какие-то глифы, еще какая-то полму похерей. В принципе, Чоба Нетрас это халява. И помимо этого, здесь дроп будет меняться на Твиче, мы там сразу на страничке это будем вам показывать. Какой дроп, если интересно, смотрите, неинтересно, не смотрите. И еще на этой страничке же будут публиковаться всякие промо-коды. Вдруг кому-то что-то пригодится. Вот, а мы переходим дальше к нашему тесту. Тестить навсегда будем по ГОСТу. Это у нас два модировщика, два пулеметчика. Призываем данных чуваков и смотрим, что у нас сейчас будет. А будет у нас все, сразу скажу, очень хуево и печально. Ну, приступим. Комбо у нас набирается довольно-таки быстро. Криты идут, статус идет, все идет. Не сказать, что это как то ли быстро, то ли медленно, вот хрен его знает. Вот уже коричневые кольтые у нас там пролетали, видел я. Вроде да. Вроде да. Теперь, что самое интересное по стойке. Это даже очень-очень интересно. Вроде все средненько. Сейчас берем наш безмятежный раскол, меняем на окончательное решение. И смотрим, что у нас будет. А-а-а-а-а. А кто не заметил, а кто заметил, у нас с этой стойкой, по-моему, гораздо быстрее комбо-щетчик набирается. Потому что за один взмах он делает два удара. Вот такая вот интересная хрень, что я заметил. Так что данная стойка мне очень сильно понравилась, потому что с ней побыстрее комбо-щетчик накапливается. И третья стойка, чье меня сильно удивило, она с контролем идет. То есть мы противников не только дымажим, мы их, блин, еще и обкидываем. Вот так вот. Так что, скорее всего, когда следующее буду оружие тестить ближнего боя, я протестиваюсь прямо вот со всеми стойками. Потому что очень даже это интересно. Ну вот, ну, опс, удар по земле, это считается такой микро-контроль или микро-стан, называйте как хотите. Но противники при этом откидываются, что очень даже будет хорошо, особенно если мы будем драться в узких пространствах. Ну, грубо говоря, узкие пространства, у нас коридоры или закрытые помещения. Очень даже будет интересно. Вот такие вот стойки. Тут уже по стойкам как бы смотрите сами, но у меня к стойкам много вопросов, потому что нет, чтобы сделать одну какую-то хорошую, получились какие-то все разные. Ладно, окончательное решение. Сейчас с этой стойкой помедляем, потестимся. И поставим тогда сюда, что ставим, что ставим, что ставим, что ставим. Ставим тогда вашу, вашу, нашу, вашу, нашу. Вирус ставим. Так, вирус у нас комбинируется из модов. Так, порочный мороз и ядовитая кара, это у нас яд и лед. И получаем вирус. Ну, давайте смотреть, что будет с вирусом. Хорошо ли это будет или плохо. Ох ты, крит прошел, ты смотри, качай. И еще раз крит пошел. Настолько, смотри, ну нифига. Давай закрепим наш результат, а то мне что показалось, что ли. Крит настолько, смотри. Чудеса чудесные. Давай нам крит. Давай нам крит, ассатыду мужик. О, да, прошел крит. Нормально, пойдет, 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 пойдет. Пойдет, пойдет. Ох ты, недолет. В общем, с вирусом пойдет. Вообще пойдет. Так, ну-ка. Давайте-ка поставим Обратно, обратно, обратно поставим нашу Нашу коррозию. Так, где у нас педагонический Возряд. И посмотрим, пойдет ли с коррозией у нас такая штука С критом на 100 тысяч. Или здесь что-то не так. Или я что-то не догоняю. Нет, да, крита. В натуре нет. В чем прикол? О, тоже, да, прошел. От комбы у нас проходят криты. Ну, ладно. Вернемся к вашему нашему вирусу. Где у нас, где у нас он? Вот. И будем тестить дальше. Попробуем убрать ярость прайм. И поставить сюда что-нибудь на криты. А что-нибудь на криты у нас там особо-то и нечего ставить. Только у нас идет закалка. На 60% увеличивает шанс крита. Но он будет настолько маленький, что а-та-та. Всего лишь добавилось 12%. Ну, грубо говоря, что это означает. Это означает всего лишь одно, что у нас криты будут отбиваться быстрее, но скорости у нас будет меньше. То есть, как бы, шило на мыло меняем. Ну, хрен его знает, что будет. Давайте смотреть. Ну, да, скорость явно меньше. Но криты у нас набираются побыстрее. Ну, вот что-то вот особой разницы, честно говоря, я не вижу. Ну, так же за пару-пару секунд крепы падают. Ну, что-то кардинально такого у нас не изменилось. Давайте закреплять наш результат с подобным билдом. Вот, мало ли что, мы здесь не прочухали. Сейчас попробую комбо сделать. О, комбо с канала. Улетел. Давай. Где комбо? О. Ну, да. Если играть через комбо, то жить можно. Так, блин, кто такому дурацкой был делать вопрос? Остановимся тупо, спамят кнопку. Ну, не пойдет. Не так, чтобы топ, и не так, чтобы совсем дно. Так, возвращаем обратно нашу ярость. В моем случае я расправим. Так, вот такой вот билд, я думаю, вот-вот пойдет. Либо на вирус, либо на коррозию. Тут смотрите сами. Что касаемо той же коррозии. Сейчас опять придется эту фиферню показывать. Против корпуса. Против корпуса. Чтобы сразу народ осаживать от подобных комментариев, что вот коррозия в корпус не бьет. Корпус это, в принципе, не корпус тела, а фракция корпус. В корпус бьет. Бьет в корпус очень хорошо. Давайте поставим инженеров тяжелых. Так, где у нас он инженер? Ну, вот у нас инженер считается тяжелым противником корпуса. Ну и... Да я хрен знает, кого еще поставить. Солдат. Ну, вот еще можно нулификатор, наверное. Поставим нефикатор. Ну, так сам сдохнет. Чертову знает, кого-то он поставит. Ну, давайте такого поставим. Хотя бы... О, от лыжника поставим. Тоже не часто у нас встречаются. Так, этот у нас не встречается, потому что у нас на... А хотя поставим. Чего бы нет. Симулируем. Ну и будем смотреть, как у нас некана будет с коррозией бить в щиты противника. Чувака-то забыл убрать. Ну, что поделать. Так. Пока убивал бомбардиров, всех убил нечаянно. Ну, бывает, бывает. Ничего страшного. Так, где у нас порабощенных уберем. Ну, давайте техника сделаем побольше. Техника сделаем побольше. Так, где у нас техники. Давайте их четыре поставим. Какой? Отлично. Сейчас бомбардируем, мешать не будут. Ну, давай смотреть, как некан у нас будут в щиты вваливать. О, вот это вот за щитами прям хорошо. Да что ж ты ерзаешь-то? Отлично, отлично она бьет. Опа. Вот так вот. Нормально. Забавно. И, короче, здесь спокойно так же скорбочно справляется. Вот так вот с одного удара. Нормально. Ну, что сказать про некану? Короче, у меня двоякое ощущение. Она то критует, то не критует. Шансы крита мало. Множители крита мало. Поэтому лучше брать что-то на скорость. Потому что без скорости она вот, ну, вообще никак не тянет. Скорости нету. Нету комбо-счетчика. Комбо-счетчика нету у нас. И, соответственно, нету критов и нету урона. Да, 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 да. Совсем забыл. Давайте еще на всякий случай. Случай бывает у нас всякий. Еще сюда уберем приток крови. И поставим мы сюда избыточное состояние. Вот эту вот штуку. Которая нам увеличивает урон на 60% от каждой навешанный статус на противнике. Статус овешается, по-моему, 3 я успел увидеть. По крайней мере, разглядеть. Ну и посмотрим, как у нас в избыточном состоянии будет сейчас данное оружие справляться. Так, возьмем. Возьмем, возьмем, возьмем. Где наши порабощенные? Ну, так же все по ГОСТу берем. Два пульмончика, два бомбардиры и поехали по-быстренькому. Посмотрим, что у нас избыточное состояние сможет сделать. Хотя, не знаю. Посмотрим. Что ж такое-то? Увлекся. Ну, так же. Так же, так же. Без проблем, без проблем, без проблем. Так что, кто не любит играть через криты, а играть через статусы, то избыточное состояние тоже, я смотрю, неплохо заходит. Так что, у нас Никану можно и на криты херачить, и на статус херачить. Тут кому как. Ну, все, конечно, знают, высокоуровневые игроки, что на высоких уровнях у нас все хорошо именно со статусом, потому что там криты не очень красиво. Вот, вот. Статус тоже неплохо справляется. Ну, ладно, на чем я закончил. Оружие и хорошо, и плохо. Данная миникана особо-то и не заходит. Но кому заходит, тем, скорее всего, данные модули разлома стоит поискать, поколдовать. Может быть, что хорошее найдете. Оружие спокойно справляется с сотами уровней. Любимые против сотых уровней оружие прямо хорошо справляется. Можно брать и против зараженных, против корпуса, порабощенных, похер кого, разрезать можно. Что касается притока крови, сами все видели. И с притоком крови хорошо, и с изгубочным состоянием хорошо. Тут, как говорится, кто от чего пляшет. С коррозией видели, с вирусом видели. Тут тоже все от статуса зависит, кто кому. Кто чем, как играет, кому как чем нравится. Ну, тут думайте сами, решайте сами, экспериментируйте сами. На этом все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok